18 лет назад в составе украинских вооруженных сил были сформированы сухопутные войска. Через год после этого события в 1997 по указу президента у военных появился еще один профпраздник, который отмечается 12 декабря. Чем запомнился этот день запорожским бойцам и как поздравляли воинов, расскажет Инна Гогой. С самого утра на уральских казармах поют песни и читают стихи. Так местные волонтеры поздравляют артиллеристов с днем сухопутных войск. Говорят, с помощью концерта хотели прежде всего морально поддержать бойцов. Ведь им сейчас необходимо как можно больше положительных эмоций. Мы их любим, мы им очень благодарны за то, что у нас тут мир, спокойствие, что у нас дома затишно тепло. И за это мы просто, это очень маленькая часть, которую мы можем им передать, это нашу любовь, нашу повадку к ним. И если есть такая возможность их приветствовать. Волонтеры подготовили для бойцов еще один подарок – выставку детских рисунков. Их сюда доставили сотрудники первой школы искусств. Здесь работы, посвященные зиме, новому году, есть и на патриотическую тему. Педагоги говорят, ребята с удовольствием рисуют для солдат и очень любят Украину. Есть у меня замечательные ребята, Олежка Кох-Каханенко, он ходит в вышиванки. Он просит вести уроки только на украинском языке. Он научил армянку говорить украинским языком. Он стоит с родителями на Майдане. Ну, в общем, дети замечательные. И я думаю, что наша страна в надежных детских руках. Нам очень приятно про то, что город о нас не забывает. Нас поддерживают и гуманитарной помощью, и моральной. Вот так, как на сегодняшний концерт. Очень приятно, что люди готовились и для нас выступают. Спустя два часа военнослужащие, в том числе и бойцы 55-й артбригады, собрались в обувь военкомате. Здесь по случаю профпраздника провели урок мужества. По словам военных, сухопутные войска – основа отечественной армии, бойцы которой сейчас героически защищают украинские рубежи. Погибших в боях на востоке страны в обувь военкомате почтили минутой молчания. Участникам АТО и волонтерам вручили грамоты и благодарности. Готовы все защищать нашу родину. Готовы, как говорится, выполнить поставленную задачу. А еще воины, побывавшие в АТО, благодарят запорожцев за поддержку и верят, что объединив усилия, Украина обязательно победит.